Вячеслав Николаевич, мы прощаемся с 2017 годом, осталось несколько дней. Что было в нем особенно хорошего для вас, как для руководителя Михайловского экономического колледжа-интерната и как для просто человека, жителя Михайловского района? Наверное, какие-то неординарные моменты, были и рутинные моменты, каждодневные. Тем не менее, вот я хочу сказать, вот запомнился тем, что, например, мы, учебное заведение, с успехом прошли процедуру аккредитации. Была очень большая подготовка на протяжении даже не одного этого года. Очень много документов, нужно было, скажем, запросы комиссии удовлетворить. Мы это все сделали, показали свою работу, то есть этим запомнился. Ну, наверное, запомнились моменты, когда наши студенты принимали участие в различных мероприятиях, и в олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях, становились победителями, призерами. Мы, конечно же, радовались, мы всячески их чествовали, пытались их как бы преподнести им, то, что вот очень гордимся ими, мы на самом деле и гордимся их успехами. Запомнилось тем, что, например, летом в июне месяце наши преподаватели проходили аттестацию. 13 человек, кто-то защитился, кто-то по-новому, кто-то подтвердил высшую эквалипсионную категорию. Я являюсь членом аттестационной комиссии Министерства нашего труда в Москве, и мне было очень приятно, находясь там, в онлайне проходила вся эта аттестация, было приятно наблюдать, как наши коллеги, мои коллеги, мои друзья, скажем, доказывают то, что они являются на самом деле учителями высшей категории. Это аттестация по всей стране такая, то есть преподаватели со всей страны, и то, что Михайловские, преподаватели одни из лучших. Ну и вам им повезло тоже, то, что в комиссии, в составе комиссии были вывели. Ну, у нас три директора таких колледжей, поэтому это нормально, рутинная, опять же, повторюсь, работа. То есть вот эти моменты запомнились. Был очень интересный момент, это участие нашего образовательного учреждения в двух международных выставках. Одна – это международный образовательный салон, который был на ВДНХ весной, и вот осенью мы принимали участие в международном, международной выставке Инво и Экспо. Это тоже среди, скажем, общества инвалидов всероссийское проводило. Было очень много всяких различных предприятий, учреждений, вот так же мы принимали участие. То есть такие моменты очень яркие, броски. Хочу сказать, что самый главный успех каждого учреждения – это, наверное, его кадры. Вот я, как руководитель, горжусь, что работаю в этом учебном заведении, и со мной работают вот как раз такие люди – преподаватели, сотрудники. Вячеслав Николаевич, а аккредитацию учебное заведение проходит раз? Раз в шесть лет. В шесть лет. То есть теперь на шесть лет вы можете спать спокойно? Ну, нет, спокойно спать никогда не удается вообще, работая тем более в таких учреждениях, как наши особенно. Нет, ну, во-первых, мы федеральные учреждения, которые и на слуху, и в правительстве, и у президента, и, конечно же, и спрос у нас большой, и контролирующих органов, и федеральных, и других структур достаточно много. Но это хорошо. Поэтому, когда тебя проверяют, и ты все делаешь как положено, и оценки нормальные, значит, все все правильно делают. В Михайловском экономическом колледже-интернате уже существует такая традиция, всегда с каждым годом что-то новое появляется. Либо в работе, либо там что-то дополняется на территории самого учебного заведения. В следующем году вы ничего не планируете нового вести? Может быть, какую-то дисциплину новую? Может быть, там площадку какую-то открыть или что-то еще такое? Ну, дисциплину – это, как бы сказать, такое не только наше хотение, не только наше желание. У нас есть такое, и мы уже прорабатываем документально, уже мы об этом говорили, наверное, и с вами уже общались. Это введение дисциплины, такая, как адаптивная физическая культура, потому что она у вас требована, особенно среди наших студентов по опыту работы с ними. Им нравится заниматься физкультурой, и некоторые выпускники сейчас работают как раз в этой сфере. То есть добиваясь успехов в спорте, добиваясь успехов как раз в продвижении здорового образа жизни, они работают и в фитнес-центрах работают, и в спортивных школах, как раз среди людей с ограниченными возможностями. Ну и возникает вопрос, что подготовка к кадрам должна быть. В крупных центрах это есть, это Москва, Казань, Санкт-Петербург, предположим, Волгоград. Ну, вот Рязанский регион пока, скажем, в этом плане немножко слабоват. То есть вот есть возможность проявить, и есть возможность как раз реализовать вот эту вот цель. Интересная ниша такая, да? Ну, вот мы над ней работаем, документальная база готова, но много упирается еще и в финансирование, потому что здесь нужно еще дополнительно финансирование. Но в связи с этим у вас что, расширится территория ваша, или вам достаточно того, чтобы... У нас все есть, у нас есть вся база необходимая, все есть. Нужно набирать преподавательский состав, будет дополнительно, потому что там есть ряд дисциплин, которые нужно новые вводить, соответственно, нужны новые квалифицированные кадры. Но в наше время кадровый вопрос очень серьезный, над ним нужно очень серьезно работать. Что еще такого глобального предстоит вам сделать в следующем этапе? Ну, в следующий год у нас нужно будет пройти лицензирование двух учебных дисциплин. Это тоже, скажем, необходимая такая вот будет нам практика, привести ее нужно будет в исполнение. Это, опять же, документации много, это нужно будет принимать комиссию, которая будет работать. Вот. Впереди, в мае месяце, не за горами у нас всегда бывает традиционный спортивный фестиваль, мы его расширяем. И вот, бывая в командировках, мы, например, уже хотим его сделать не только на уровне всероссийском, но и на международном. Есть такие разработки. Ну, получится, слава богу. Ну, в любом случае, мы хотим привлечь как можно больше людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они почувствовали себя здесь вот. Ну, сказать, что все для людей этой категории сделано, ну, покривить душой. Поэтому в преддверии даже вот тех же президентских выборов я хочу сказать, что мы своей работой должны также и помогать и президенту. Ругать президента, да, наверное, можно там говорить, что вот это не сделано. Ну, а давайте каждый, как говорят, хочешь перевернуть мир, начни с себя. Поэтому этим мы тоже, может быть, сделаем какое-то хорошее такое подспорье. Поможем людям обрести себя, обрести здесь каких-то знакомых, проявить себя в спорте дальше, куда-то попасть в сборные команды страны. Ну, то есть вот этот план на фестиваль очень большой, и мы уже начали активно в этом работать. Ну, и много всего того, что как бы вот идет каждый год, над этим всем будем работать. Вот яркое событие, которое может быть лично для вас, произошедшее в этом году, которое вы с радостью возьмете с собой в 2017 год, и вот оно при воспоминании о нем у вас становится на душу тепло и радостно. Ну, я не хочу сказать такого ярчайшего события, ну, наверное, пока нет. Вообще, как всегда, очень мне нравится такое высказание, что самое яркое, самое хорошее у вас впереди. И это здорово, потому что как бы оптимист, нужно думать, что все-таки много, если даже хорошего есть, но самое, когда хорошее тебя ждет, то от этого, наверное, немножко как бы на душе теплее. А так, хочу сказать, вообще год хороший, самое главное, что живо, здорово твои близкие, родители, дети, семья, друзья. Это очень здорово, поэтому, наверное, вот эта стабильность, она как-то придает уверенность в будущем. А какое желание вы загадаете? Желание? Да. Ну, я человек такой. Вы вообще загадываете желание? Обязательно. Мы же все из детства, все из Нового года всегда, конечно же, загадываем. Ну, желание с годами у каждого какие-то, можно, разные бывают, но вот работая здесь уже, я почти 8 лет здесь работаю, и каждый год, это, вернее, каждый день, когда встречаешься с человеческим горем, скажем так, с человеческой болью. Ну, желание-то одно, чтобы все были живы, здоровы, и пожелание всегда одно, чтобы были счастливы, здоровы твои близкие, ну, и чтобы побольше было добрых людей. И Ваше пожелание всем остальным людям, которые увидят сейчас наше с Вами интервью, эту замечательную рождественскую, можно сказать, даже не новогоднюю, а больше рождественскую беседу, потому что дух у нее, на самом деле, рождественский. Вот Рождество – это же тоже праздник, который рядом, Новый год, Рождество, Вы им Рождество отмечаете? Конечно, с детства, бабушки, ездил, всегда на Рождество ездили бабушки, в Липецкую область, Чаплогин, и там отмечали всегда Рождество. Вот эти воспоминания с детства. Ну, они всегда остаются. Я с удовольствием воспользуюсь таким случаем, вашим приходом в наше учебное заведение, на наши беседы. Ну, и, конечно же, пожелания всем и жителям нашего города, да просто всем тем, кто, наверное, будет в этот момент на нашей Михайловской земле. Я хочу пожелать счастливого и 2018 года, и счастливых новогодних праздников, счастливого Рождества. Я хочу пожелать, конечно, всем здоровья. Хочу сказать, давайте будем с вами все добрее, и от этого мир будет еще лучше.